Представляю вашему вниманию канал одного типа, который снимает различные видео по всяким играм. К примеру, Far Cry 3, он проходит в Far Cry 3, проходит Metal Gear Solid 5, а также Ryzen. Заходите на канал, не пожалеете. Ссылка на его канал есть в аннотации и в описании. А мы, ребят, начинаем наше видео. Ребята, всем привет! С вами Дэмси, и сегодня мы делаем очередное прохождение Outlast. Это, скорее всего, одно из последних прохождений, поскольку это будет прохождение с всеми документами и заметками. Я покажу все документы и заметки и прочитаю все, чтобы все поняли смысл сюжета. А также, наверное, я батарейки по возможности все покажу. Короче, вы благодаря этому видео сможете сами пройти Outlast, отыскав все документы и заметки. То есть это очень круто. И, кстати, я, наверное, буду проходить по локации, то есть я не буду записывать все целиком, чтобы у вас не было вопросов, почему ты резко пропадаешь, прощаешься там, точнее, не прощаешься и все такое, да. И я решил, что да, давайте по локации сделаем. Каждое новое видео, наверное, в пятницу будет. Я надеюсь, вам понравится. И, ребят, ставим лайки и мы начинаем наше одно из последних прохождений первого Outlast. Как раз подведем итоги первого Outlast и будем ждать уже второй. Итак, кстати, на ваших глазах, возрадуйтесь, дети мои, сыны, там, я не знаю, мальчики, девочки мои. Короче, я меняю язык на русский, чтобы потом у вас не было проблем с чтением, если вдруг вы решите меня не слушать, а сами прочитать. Ну, чтобы все было понятно, короче, мы играем на русском. Там, надеюсь, вы там сейчас ура, ура, ура говорите, те, кто очень хотел этого. И мы начинаем. Так, сложность нормальная. Встречается сцена насилия, там все такое. Короче, это читать не обязательно, это, в принципе, нафиг никому не надо. Поэтому это читать я не буду, но читать я буду все документы и все заметки. То есть, это будет целиком полное прохождение. И, кстати, благодаря этому монитору новому, который у меня есть, ну, он, конечно, не в Full HD, небольшой такой, но побольше, чем у меня был, и мне просто сейчас в кайф играть. Это просто жесть. Ну, я думаю, читать не надо все эти субтитры, потому что я буду тратить зря время, а вам оно тоже не надо, поэтому нафиг. И да. Поностальгируем мы вместе, потому что мы видели все демку второго Outlast'а. Там уже главный герой Блейк Лангерман, он умеет разговаривать уже. И, наверное, скорее всего, он тоже будет документы всякие искать, заметки оставлять. Посмотрим. Но, к сожалению, Red Barrels, я сколько с ними не связывался, они не давали мне демку. Они говорили, что мы пока не планируем выпускать демку для публичного доступа, если вы хотите, чтобы это случилось... Не знаю, дальше они не уточняли. Ну, короче, они не собираются это делать и, скорее всего, не будут вообще этого делать. Даже если учесть, что я их игру разбираю просто по пикселям. Они, ну, может быть, об этом знают, конечно, но из принципа. А PewDiePie дали, потому что он самый-самый знаменитый ютубер. Ну что ж, поехали, первый документ. Мы не знакомы, но я ваш давний поклонник. Постараюсь сильно не затягивать, они могут следить. Я две недели проводил консультации о программном обеспечении психиатрических исследованиях мерков в Маунт Мессив. Меня заставили подписать кучу договоров о неразглашении, и сейчас я их грубо нарушаю. Ну и хрен с ними. Здесь творится что-то ужасное, я не понимаю. Не верю и в половину увиденного. В местные доктора говорят, что терапия зашла слишком далеко. Говорят, они нашли то, что дожидалось их в недрах горы. Владельцы клиники Мерков или Мерков, тут в принципе без разницы вообще, потому что на английском там Мерков вообще, зарабатывают на людских страданиях. Люди должны об этом узнать 17 сентября 2013 года. Да. Это было, блин, три года назад. И когда эта игра только вышла, игра вышла в начале сентября, это было в будущем вообще. А сейчас это в прошлом уже, на три года. Жесть. Press, press official. Ну это, Майлз Абшир. Эх, жаль мне Майлза, но всё равно он умрёт. Мы с вами ничего не сделаем. Ну как умрёт? Мы не знаем, умрёт он или нет. Исследуйте лечебницу Маунт Месси. Что ж, поехали. Ищем первые документы и делаем первые заметки. Ну в принципе, это все знают. Мне тошнит только от одного вида этого места. Больница Маунт Месси, закрытая после скандала по соображениям государственной тайны в 1971 году, была вновь открыта в 2009. Компания «Психиатрическое исследование Мерков», скрывающаяся под личиной благотворительной организации. Сотовый резко перестал ловить сеть примерно в миле отсюда. Похоже на глушилку. Едва ли сигнал пропал сам по себе. Корпорация Мерков издавна наживается на филантропии. Но на американской земле? Никогда. То, что они здесь пытаются найти, должно быть очень важным. Может, хоть теперь получится вывести их на чистую воду. На. Именно так. Тут больше нету никаких заметок, документов, поэтому просто валим отсюда и привет священнику, ребят. Ребята, привет священнику. Так что, я надеюсь, вы запомнили, я буду делать по локации. То есть, сегодня я снимаю одну локацию, это административный блок, или, как он там на английском называется, по-моему, он называется так же. Не помню, короче, как он называется, там, не буду дословно переводить, потому что это бессмысленно. Ну, короче, сегодня я его, потом пройду еще один, и так вот будем делать, делать и делать. Чтобы не затягивать, и, возможно, делать серии интереснее. Так, для активации ночного видения, ну, это, в принципе, все знают, хотя, зачем мне его здесь активировать? Здесь бессмысленно что-либо активировать. Окей. Жаль, что даже эту демку нам не дали. Я просил у них демку оригинального Аутласта, и они мне тоже отказали, не знаю, почему отказали в этом случае, поскольку, понимаете, я... Прошло уже три года, я прошу немного, я же не прошу демку второго. Так, лечащий врач Карл Хьюстон, не проверено. Состояние. Пациент утверждает, что состояние самонаправленных осознанных сновидений продолжается. Наблюдается беспрецедентная активность морфогенетического двигателя. Продолжаем четвертую стадию гормональной программы. Симптомы. Спирометрия не обнаруживает бронхиальных образований. Выделить эритроциты на гематокрития снова не удалось. Вот я не могу эти медицинские термины читать. Крайне высокая степень беспокойства. Томография показывает аритмию быстрого и медленного сна. Смех в медленной фазе. Заметки. Билли интересовался ситуацией относительно иска его матери против лечебницы Мерков. И Мерков. Это показывает серьезные проблемы с безопасностью, хотя Билли и утверждает, что источником информации стали кровавые сны доктора Трагера. На заметку. Единственный Трагер, работающий на компанию, некий Ричард Трагер. Ответственное лицо в ним. Следует допросить весь вспомогательный персонал и службу безопасности, а также усовершенствовать систему видеонаблюдения, включив биометрическое распознавание. Психиатрическое исследование мерков проекта Вальридер. Ну, Валрайдер. Не щепнется Маунт Мессив. Эх. Все интереснее и интереснее. Начинается... Сейчас. Догрязнение! Нет, загрязнение моем руки. Да, ребята. Даже в Outlast бывают полезные советы. Хотя, знаете, может, конечно, это неправильно, но я считаю, что закрывать за собой дверь... Закрывать за собой дверь, это тоже правильный совет. Закрывать за собой дверь мы, как минимум, избегаем преследования или нежданчика. Ну, потому что мы можем услышать, как двери открываются. Сложно. Страшно. Мы уже вообще так отвыкли от всего, что... Мне... Ну, давайте я громче сделаю, что ли, наушники. Они перебили нас, вычислили. Тут не варианты, я как смотрел в оригинале. Там было сказано Variants. Это тоже варианты, но... В одном из переводов это... Мутанты. Ну, как-то... Как-то так называется. А значит, это именно оно, потому что они модифицированные люди. Я внутри. Повсюду трупы, кровь, ожоги. С потолка свисают мертвые ученые. Головы в ряд, словно бутылки в баре. Судя по бейджам, все их исследовательского отдела мерков. Подставная шарашка мерков, помогавшая им зарабатывать якобы на благотворительных проектах. Пусть третий мир подыхает, лишь бы еще пару миллиардов отхватить. Интересно, как они собирались выкачивать деньги из этой дыры, полной психов? А этот оперативник? Они же его как свиню навертел насадили. Велел мне убираться отсюда нахрен, и кони двинул. Жаль, я его не слышал, пока еще мог выйти тем же путем, по которому пришел. Крис! Стой! Эх! Ну ты же здесь стоишь! Ай, блин, я же винду переустановил, уже не могу включить вид от третьего лица. Ну, эту фрикемку. Вид, как он там называется? Свободная камера, вот. Я не могу включить, к сожалению. Эх, включил бы я свободную камеру, было бы круто. Ну уж, ладно. Майлз Апшир? Тут, в принципе, субтитры, они вообще нафиг никому не нужны. Мы уже прекрасно знаем, о чем все они разговаривают, говорят. Потому что, ребят, уже три года прошло, и сколько я эту игру уже проходил, сколько вы ее проходили, сколько смотрели у других людей, мы все прекрасно знаем, о чем они говорят. Так. Поехали. Очередной документ. Так, относительно ареста имущества, да-да-да-да-да, письменные показания под присягой, данные перед Советом Директоров, заслуживающим доверие Агентством Безопасности Мерков, АБМ, катастрофическое нарушение в работе системы безопасности, заряжение окружающей среды неизбежно. Мы считаем показания и свидетельства достаточными доказательствами для немедленных действий со стороны АБМ и основанием для выдачи данного ордера. Данным документом предписывается предоставить АБМ полный доступ ко всем сооружениям и оборудованию и полностью передать управление его агентам. Согласно данному документу, вы и ваши наследники отказываетесь от любых исков и требований к корпорации Мерков и ее дочерним компаниям касательно действий АБМ и обстоятельств, в которых они были необходимы, невзирая на последствия. Да, неплохо устроились. Ой, извиняюсь. Эх, старые баги никуда не делись. Ахм, проект Волдрайдер, лечаебница Монт Месси, пациент КЛУ Крис Уокер. Эл, интересно, какое у него же это отчество? Ладно. Лечащий врач Рудольф Вернике, запись доктора Уолша. Состояние. Активность морфогенетического кондиционирования стабилизировалась приблизительно на 2000 п.м. Переход к более высоким стадиям гормональной программы небезопасен. Симптомы. Спирометрия обнаруживает легкие и умеренные бронхиальные образования. Результаты томографии подтверждают описание снов, данные самим пациентом. Смех в медленной фазе. Типа ахаха или как? Заметки. Во время беседы подвижность Уокера была вынуждена ограничена в виду нанесенных им себе повреждений. Ограничительное приспособление пришлось видоизменить в связи с его огромными размерами. Обширные кожные высыпания соответствуют типичной клеточной активности при неудавшемся морфогенетическом кондиционировании. Он утверждает, что сдирание кожи с лба способствует особому видению. Напоминает юношеские опыты с ящерицами Туатара и их внутренним зрением. Выражал беспокойство касательно своей плоти, особенно губ и носа. Назначенному персоналу следует предупреждать дальнейшие попытки самовредительства. Полученные в Афганистане психологические травмы, похоже, замедляют процесс морфогенетического кондиционирования. При обладающих навязчивым состоянием, усиленным терапией, является повышенное внимание к военному протоколу безопасности. Настоятельно рекомендовано дальнейшее применение средств физического и фармакологического ограничения активности. Да, в итоге он тупо сбежал. Это нормально. Привет. Ну пока все идет по плану, мы пока все заметки пишем. Овощи сидят кучкой и пялятся в пустой экран. Выглядят как пациенты. Они пережили то, что здесь произошло, но похоже, на чердаке у них совсем пусто. На чердаке... да. Как там было сказано на английском... Что-то там совершенно другое было сказано, но смысл один и тот же. Переводчики постарались. Карта доступа к диспетчерской службе безопасности. ДСБ. Нужно аббревиатурки тоже. Чел. Привет. Вытащи их, пожалуйста, доктор мертв. Вырви их, ты должен мне помочь. Интересно, с какой стати я должен ему помочь? С какой стати, чувак? Тем более я даже как пациент не выгляжу, кстати. Это в минус только репортеру. Но он-то тоже не знал, что будет... Такой хел творится здесь. Тек. Пасхалка. Только тут заметки не будет. Как там наш подвал? Ромаль. Давайте сразу запишем этого свидетеля. Witness. Выгляжу, как будто вырвался из самого ада. Пара сломанных ребер, вытаскивая осколки стекла из собственного скальпа. Меня едва не прикончил какой-то великан, изуродованный, как будто кто-то прошелся по его голове теркой для сыра. Он швырнул меня в стену с такой силой, что я потерял сознание. Но он не в стену как бы тебя швырнул, он тебя... Ну да, в стену, но она развалилась. Прихожу в себя, какой-то опухший старикан с лицом спившегося растлителя малолетних в самопальном наряде священника, называет меня своим апостолом. Но на это я не подписывался. Повсюду кровавые... кровавые... письма. Я не могу избавиться от ощущения, что их оскорбляет этот священник. Ради моего же блага. Серьезно. Он священника пока не считает за союзника. Ничего, бывает. Скоро посчитаешь. Как там наша батарейка? Её уже нет? Нет, есть. Отлично. Сколько их там? Четыре. Давайте десять соберём. Ну, постараемся собрать все. И давайте сразу пройдёмся вот сюда. Возьмём тут документ, потому что потом я не буду брать его. Итак, уважаемые господа, тема непосредственная экспертиза проекта Wall Rider. Полный отчёт находится на рассмотрении. Немедленных действий со стороны корпорации мерков не требуется. Потенциальная прибыль проекта Wall Rider остаётся чрезвычайно высокой. Четыре несчастных случая содержат достаточно противоречивых данных, затрудняющих любое судебное разбирательство, а в случае должного обращения со свидетельствами, делающих его невозможным. Проект Wall Rider, ну почему-то Wall Rider пишется, да, Wall Rider, Wall Rider, остаётся рискованным начинанием и может повлечь дальнейшие потери. Как и в других случаях, интерес к пациентам со стороны родственников и правительства настолько незначителен, что вероятность любого судебного преследования представляет исчезающе малой. Случаи насилия среди пациентов учащаются по мере того, как морфогенетическое кондиционирование приближается к стадии производства рабочих моделей, но сочетание физических и фармакологических способов ограничения активности доказывало серьёзную эффективность в сохранении управляемости и прибыльности проекта. С уважением, с уважением Helen Granite, департамент снижения юридических рисков корпорации и мерков. Наверное, нужно Morphogenic Engine как-то обозвать... МК просто... Ну не МК ультра, а в смысле морфогенетическое кондиционирование. Ой, тьфу, чё я делаю? Морфогенетическое кондиционирование пусть будет так. Как-то делать мне больше нечего. Каждый раз читать одно и то же. Тем более на языке и вертится, надоело уже. Итак, осталось всего ничего. Нужно будет потом зайти в настройки Outlast'а и прописать себе эту возможность врубать FreeCamp. Потому что привычка привычкой. Но иногда это надо, например, мне. И вам показать какие-нибудь моменты интересные. Так, ну Крисовы мы обязаны просто не... Это... не выводить из себя, просто спрятаться. Поскольку нам нужно заметку получить. По-другому мы её не получим, ребят. Ну выходи. Верезила выслеживает меня. Нашёл досье Криса Окера в прошлом военного полицейского. Несколько боевых заданий в Афганистане. Вся эта кровища здесь во многом дело его рук. Впрочем, не только его. Привет. Ааа, боже, начинается. Боже, да я прыгаю быстрее, чем ты идёшь. Надеюсь, во втором Outlast'е таких проблем не будет. Я просто на изи от него убегаю сейчас. Это очень сложно. Не повторяйте это дома. О, он меня ударил. Интересно, он сможет вытащить? Серьёзно? Нет. Выходи, выходи. Из-за тобой дверь закрою. А, он сообразил. Он открыл дверь, он её не выбил. Да что за фигня? Обычно он её выбивает как-то. Так, окей. Программа МК Ультра. Для подшивки тема гипноз, исследования и эксперименты. 10 февраля 54-го года... Так, это не надо считать. Краткое изложение. Было задействовано постгипнотическое состояние предыдущей ночи. Команда уснуть при указании пальцем. Мисс Джексон и мисс Пирс немедленно перешли в состояние глубокого гипноза, без дополнительного внушения. Мисс Пирс было приказано, учитывая выраженный ею ранее страх перед любыми видами огнестрельного оружия, разбудить мисс Джексон, находящуюся в состоянии глубокого гипнотического сна, пользуясь любыми возможными способами, а в случае неудачи взять находящийся рядом пистолет и выстрелить в неё. Ей было внушено, что она испытает гнев такой силы, что не задумываясь застрелить мисс Джексон за то, что та не просыпается. И второе. Мисс Пирс неукоснительно выполнила данные команды, включая выстрел из незаряженного пневматического пистолета в мисс Джексон и впала в глубокий сон. После соответствующего внушения обе были разбужены и продемонстрировали полное отсутствие воспоминаний обо всей последовательности событий. При попытке снова вручить оружие мисс Пирс, та, в бодрствующем состоянии, отказалась подобрать его и принять из рук оператора. Она также полностью отрицала возможность того, что предшествующие события действительно имели место быть. О, он уже ушёл. Чё тут мешало мне пройти? Ммм, серьёзно, можно не перепрыгивать? Действительно, зачем перепрыгивать? Стой. С этой стороны можно, тут можно вот так вот пройтись, офигеть! Только сейчас об этом узнал. И вы тоже, наверное. Так, для запуска, это мы всё знаем, и давно не знаю, зачем я сюда пришёл. И, кстати, да, кто говорил, что я спидран прошёл честнее, да? Ну, я как бы прошёл чест, но всё такое. Нет, ребят, на самом деле я вот здесь сократил и сам этого не заметил. Поэтому, и тут тоже. Поэтому это было уже нечестно. Хиллер прошёл честно. Ну, почти честно, он прошёл всего лишь ту горящую комнату нечестно. Да, я рад тебя видеть тоже. Где батарейки? На месте. Он болван. Он, походу, не выломал дверь, да, изо мной бежит тоже. Марка? Марка! Ну же. Дай-ка я идти в дверь открою. Привет! Я ему открыл дверь, и он мне ударил. Я не знаю, за что даже. Лучше бы, конечно, вот здесь, как в демке было, был Крис Уокер, а не этот чувак с дубинкой. Потому что он особо не пугает. Он просто бьёт и неожиданно появляется. А Крис реально пугает. Почему его отсюда убрали, я не знаю. Может, решили сделать так, чтобы не повторялось? Ну, фиг его знает. Короче, мы прошли первую локацию, ребят. Всем спасибо за просмотр. Это была первая серия. Наверное, первая, не знаю. Может, я сделаю несколько серий. По административному блоку. Если вы хотите продолжение, то, естественно, напишите в комментариях. Но продолжение и так будет. Я не знаю, по поводу дополнения и делать ли по дополнению. Так что напишите, ребят. И, кстати, можете задавать мне в комментариях несколько вопросов. Таких серьезных вопросов. Не то, что там, как тебя зовут в реале и всё такое. А серьезных вопросов. Я в следующем видео на первые пять самых эпичных вопросов отвечу. Ну, максимально честно и в развернутом виде. И, короче, ребят, да. Пишите свои комментарии, свои вопросы в комментариях. Мы переходим на следующую локацию, ребят. Всем спасибо за просмотр. С вами был Дэмси и Аутласт. Всем пока. Субтитры сделал Dэмси. Accept the gospel, and all doors will open before you.